Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 февраля. Житие святого Отца нашего Феодосия, архиепископа Черниговского. Святой Феодосия, архиепископ Черниговский, по происхождению своему, принадлежал к заднепровской дворянской фамилии Углицких. Отец Феодосия по имени Никита был священником из Малороссии. Мать называлась Марией. Родители воспитывали своего сына в страхе Божьем и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. По природе кроткий и послушный, и впечатлительный, Феодосий с юных лет горел пламенную любовью к Богу и усердием к Храму Божию. Получив первоначальное обучение в семье и там научившись читать и писать, Феодосий был отдан затем отцом для дальнейшего образования в Киево-Братскую Богоявленскую школу. Здесь, под влиянием и руководством благочестивых наставников, упражняясь в изучении священного писания и святоотеческих творений, святой стремился по ним устроять и жизнь свою. Здесь он возрастал и укреплялся духом в познании истин православной веры и в подвигах благочестия. Еще здесь, во время обучения в школе, в юном Феодосии возникло стремление подражать по мере сил равноангельскому житию преподобных Антония и Феодосия и других подвижников Печерских, этих великих молитвенников и небесных покровителей древле престольного Киева, под благодатным осенением которых он жил и воспитывался, и нетленные прославленные мощи, которых он постоянно зрел перед собою. Свободные от занятий часы, любимыми занятиями Феодосия были молитва, богомыслие и чтение Слова Божия. Здесь же святой Феодосий хорошо ознакомился с церковным партесным пением в певческой школе, устроенной Преосвященным Лазарем Барановичем. Вообще, Киево-Братская Богоевленская школа, основанная для поддержания и защиты православной веры против нападений польско-католического духовенства и иезуитов, вела все преподавание в строго православном христианском духе, в котором проникались и молодые души питомцев ее, имела среди наставников своих истинных светил православного духовного просвещения. Несомненно, что и святой Феодосий получил там высшее и лучшее по тому времени образование, которое должно было содействовать полному развитию всех богато одаренных способностей души его. Вскоре же, по окончании воспитания в Киево-Братском Богоевленской школе, Феодосий принял монашество, чему еще в школе стремилась пламенно жаждавшая духовных подвигов душа его. И вот в молодых летах этот истинный подвижник Христов изменяет ни во что все блага мира сего, а оставляет многомятежный и суетный мир и принимает иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосия в честь великого подвижника Киева-Печерского и первого основателя общежительного иноческого жития в России, преподобного Феодосия, которого он так благоговейно почитал и к молитвенному предстательству которого он так часто обращался еще во время своего обучения в Киеве. С этого времени начинается строго подвижническая жизнь Феодосия, в скором же времени стяжавшая ему известность не только в иноческом мире, но и среди мирян. В смирении и примерной жизни юного подвижника обратило на себя внимание бывшего тогда киевского митрополита Дионисия Балабана, который поставил его архиедиаконом Киево-Стофийского собора, где он многочестно потрудился до удаления из Киева митрополита Дионисия, после чего был назначен наместником митрополитического кафедрального дома. Но нарушаемая мирской суетой жизнь в Киеве не могла удовлетворять внутреннему влечению скромного инока к безмолвию и желанию его пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Поэтому святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия и иноческого безмолвия, вскоре оставил Киев и поселился в отдаленном небольшом крупицком Батуринском монастыре, издавна славившемся строгостью иноческой жизни, где был посвящен сан иеромонаха. Но как не скрывался образованный, благочестивый и деятельный инок от мира, он все-таки не мог остаться незамеченным со стороны высшего духовного начальства. Святой Феодосий подвязался в Крупецком монастыре недолго. Он резко выделялся из виды прочей братьей своей духовной мудростью и строго подвижнической и добродетельной жизнью, почему через непродолжительное время был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии. Новое назначение святителя Феодосия удовлетворяло его внутренним влечением. Корсунский монастырь, находившийся на острове реки Роси, вдали от мирских жилищ в живописной местности, вполне соответствовал стремлению святого к уединению и подвигам благочестия вдали от мирской суеты. И сам он здесь служил высоким примером для монашествующей братья по своей благочестивой истинно-подвижнической жизни и проявил мудрую способность к управлению монастырем. Поэтому вскоре же потом он был переведен в настоятели знаменитого киевского Выдубицкого монастыря. Эта древняя обитель незадолго перед тем была в руках униатов и поляков, католиков и разорена ими. Большая часть иноков рассеялась, ибо никому не хотелось идти на житье в разоренную обитель. Монастырские здания были в упадке. Некоторые монастырские земли несправедливо захвачены у обители. Вообще монастырь нуждался и во внутреннем, и во внешнем благоустройстве, и нужно было много сил и умения, чтобы восстановить его в прежнем виде. Но Феодосий не пал духом и с помощью Божией успешно исполнил свое дело и привел знаменитую древнюю обитель в прежнее благолепие и благоустройство. Он исходотайствовал у Гетмана Малороссии, укреплению земли в разных урочищах и позволению царя через каждые пять лет присылать в Москву своих чернецов для сбора подаяния и испрошения царской милости, что они и получили в щедрых размерах. В то же время он возобновил монастырские здания и храмы и вообще восстановил внешнее благоустройство обители. Особенно заботился он о благочине и благолепии богослужения в монастыре. Хорошо ознакомый с царковным пением, святой Феодосий образовал в своей обители такой прекрасный хор, что он славился не только в Киеве и во всей Малороссии, но стал известен и в Москве. Почему Феодосий по запросу из Москвы посылал туда певчих в качестве устроителей там пения? Но еще более достойны внимания труды этого истинного подвижника Христова по восстановлению иноческого благочиния и упорядочении внутренней жизни Выдубицкого монастыря. Ревностно исполняя обязанности иноческого звания, он служил для иноков высоким примером строгой подвижнической жизни, привлекая в свою обитель множество ищущих спасения. В то же время, желая еще более внедрить в вымоках Выдубицкой обители дух истинного подвижничества, святитель устроил на монастырской земле в Мазырском уезде небольшой скит для тех из братьев, которые искали полного уединения и суровых аскетических подвигов. Ходя вслед за тем, по слову Спасителя, в мире скорбны будете, святой Феодосий сей верный сделатель Вертограда Христова из-за клеветы и зависти человеческой претерпел много несправедливых огорчений и скорбей, но его подвижническая жизнь и мудрое руководительство иноками заслужили ему всеобщее уважение киевлян. В особенности же отличал святого Феодосия своим благорасположением и вниманием тогдашний местоблиститель киевской митрополии архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, бывший ранее его учителем и ректором по Киево-Богоявленской братской школе. В одном из писем, относящихся к этому времени, преосвященный Лазарь пророчески высказывает свое желание, чтобы имя его Феодосия написано было на небесах. Как местоблиститель киевской митрополии, святитель Лазарь назначил Феодосия, бывшего тогда еще выдубецким архимандритом, своим наместником по митрополии. Потом, когда Малороссия был избран киевским митрополитом, епископ Луцкий Гедеон, то Лазарем Барановичем, просьбой об утверждении выбора, вместе еще с одним почтенным игуменом, был послан Феодосий как человек, много послуживший Малороссийской церкви. Этим святитель Лазарь и другие духовные и светские чины Малороссии хотели явным образом выставить Феодосий как человека, особенно достойного и способного в высшей должности, к высшей. Тогда же в Москве святой Феодосий исходотайствовал царскую грамоту о дозволении выдубецкому монастырю присылать в Москву для сборов подаяний. С этого времени при всяком представляющемся случае обращались к Феодосию Углецкому как достойному занять высшее место. Так, по смерти митрополита киевского Гедеона, Феодосий был одним из кандидатов на кафедру киевской митрополии. Еще ранее, по воле и желанию пресвященного Лазаря Барановича, возвратившегося из Киева в Чернигов, к делам своей епархии он был вызван в Чернигов и определен им архимандритом Черниговского и Елецкого монастыря на место скончавшегося настоятеля этой обители, знаменитого Иоанникия Галитовского. Елецкий монастырь в то время был весьма беден и скуден. Имений и духовных хозяйственных статей было мало. И вообще иноки терпели большую нужду в содержании. Новый настоятель деятельно принялся за устроение вверенной ему обители. Сразу же по вступлении в свои обязанности он вошел к гетману Малороссии Мазепе с представлением, что Елецкая обитель скудна запасами хлебными и особенно дровами, так что жить с братьями трудно, а помочь нечем, так как во владении архимандрии мало подданных. И Мазепа, вообще не отличавшись с щедростью по отношению к духовным лицам и обителям, исполнил просьбу святого Феодосия из особенного уважения к нему и отдал во владение монастырю село Мощенку. Также и других обладавших недостатками уважение к Феодосию побуждало благотворить Елецкому монастырю. Таким образом, при святом Феодосии в продолжении двух-трех лет Елецкая обитель достигла благосостояния, вполне обеспечившего ее существование. Заботясь о внешнем благоустроении обители, святой Феодосии не менее того заботился о ее внутреннем благосостоянии, об утверждении поддержания в ней истинно монашеской жизни. В этом отношении уже самые личные его подвиги служили высокопоучительным примером для Елецкой братьи в прохождении иноческой жизни. Среди этих и иных трудов монастырских Феодосий был в то же время деятельным помощником архиепископа Лазаря в деле проповедничества и по желанию архипасторя заведовал еще экономическими и частиепархиальными делами его архиерейского дома. В течение времени преосвященный Лазарь увидел, что архимандрит Феодосий Углевский благоразумно и мудро ведет порученное ему дело и вполне убедился, что он может быть ему наилучшим помощником по управлению Черниговской епархией. А потому, с согласия Гетмана Малороссии, предложил ему отправиться в Москву к патриарху Адриану с просьбой определить его своим помощником. Адриан, последний десятый по счету, патриарх всероссийский, управлял церковью с 1690 по 1700 год. Это было в 1691 году. В Москве давно уже слышали о добродетельной жизни и духовной мудрости Феодосия. И потому патриарх охотно исполнил желание уважаемого всеми престарелого святителя Черниговского, причем уведомил об этом Гетмана Малороссии своей святительскую грамотую, в которой с похвалой отозвался о святом Феодосии. Но эта помощь была недостаточна для кончающего дни своей старца-святителя, исполненной признательности к Феодосию за ревностное участие в его управлении паствою. Преосвященный Лазарь пожелал еще при жизни своей великой Феодосия в сане святительском, чтобы приготовить в нем достойного себе преемника. В 1692 году он с Гетманом обратились в Москву с письменными прошениями к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и к патриарху Адриану о возведении архимандрита Елицкого Феодосия Углицкого в санархиепископа. Причем оба они от своего имени свидетельствовали, что причестный архимандрит муж благий, украшенный добродетелями монашеской жизни, который ведет с молодых лет, опытен в управлении монастырями и вспомнил страха Божией и духовной мудрости, просвещен, весьма усерден к царковному благолепию, способен управлять домом, кафедры и Черниговскую епархию. Ходотайство уважаемого старца святителя было уважено. И в том же году Феодосий отправился в Москву для хиротонии. Здесь 11 сентября было совершено наречение его в епископа, а 13 того же месяца он был хиротонистан в архиепископа. Новопосвященный архиепископ пробыл в Москве около двух месяцев по желанию патриарха, относившегося с уважением к святителю Феодосию и воспользовавшегося удобным случаем задержать его в Москве для бесед и совместного совершения богослужения. Велика была радость престарелого архипастора Черниговского Латаря Барановича, когда он увидел своего возлюбленного помощника в святительском сане. Глубоко обрадована была этим и паства, благоговейно любившая и уважавшая святителя Феодосия. Таким образом, Черниговская церковь отсчастливлена была управлением двух знаменитых иерархов-столпов православия, умолявших милосердие Божие о мире всего мира и о благосостоянии своей богоспасаемой паствы. Между тем, Феодосий в святительском сане, помогая пресвященному Лазарю, а часто и совсем заменяя его, сохранял к нему беспредельную любовь и преданность сына, оказывая полное послушание своему благодетелю, ничего не предпринимая без согласия первосвятителя Черниговского, стараясь в делах управления паства и поступать по его указанию и изволению. Но недолго судил Господь двумеликин знаменитым столпам православия вместе стоять на страже паства Черниговской. 3 сентября 1693 года Великий старец-архипастор тихо и мирно скончался после 36-летнего управления Черниговской епархией. Святитель Феодосий торжественно похоронил его совместно со всем Черниговским и из других мест прибавшим духовенством в Черниговском Борисоглебском кафедральном соборе за Левым Клиросом. Прежде чем уведомить царя и патриарха о кончине Преосвященного Лазаря, святитель Феодосий отправился к Гетману Малороссии известить его о печальном событии. Вместе с ним он отправил иеромонаха Пахомия и некоторых других лиц в Москву с донесением царю и патриарху о кончине и погребении Преосвященного Лазаря. Причем Гетман писал, что он имел сетование и печаль о представлении Лазаря, а ныне находит утешение и отраду, что по кончине его по неотложном времени тот архиерейский престол восприял Преосвященный Феодосий Углевский, который своими добродетелями может украсить церковь и искусным благорассмотрением устроить дело правления церковного. В ответ царь писал, что он будет оказывать Феодосию такую же царскую милость, какую пользовался Преосвященный Лазарь. Патриарх же писал Гетману, что рукоположение архиепископа Феодосия при жизни архиепископа Лазаря он относит к особенному промыслу Божию, благодеющему Черниговской пастве и просил Гетмана, как сына церкви, помогать Преосвященному Феодосию в его заботах о Святой Церкви. В то же время Патриарх прислал на престольную грамоту для окончательного утверждения святителя Феодосия на Черниговской кафедре в качестве самостоятельного архипасторя, где, между прочим, отзывается о нем от украшенном иноческим житием в добродетелях и искусном управлении честными обителями, полном страха Божия и разумения духовного, любители премудрости, усерднейшим родителям церковного благолепия, вполне по справедливости заслужившим управление домом и епархией Черниговской. Оставшись единоличным архипасторем Черниговским, святитель Феодосий с отеческой ревностью заботился о благосостоянии своей паства, причем еще более, чем прежде проявлял воочию всех святость жизни, искреннюю любовь к подвижничеству, христианское милосердие и любовь ко всем обращающимся к нему. Своими добрыми делами и христианскими добродетелями он встретил не только для пасты Черниговской, но и далеко за пределами ее. В самой Москве уже давно имя его произносилось с особым уважением, так как он своей духовной мудрости и нравственной достоинства выделялся из среды всех русских иерархов того времени. Благоустрояя дела церкви Черниговской, святитель Феодосий в самом себе являл для пасомых образец глубокой веры в промысел божий, усердия к молитве и церковному богослужению, кроткой снисходительности к немощам ближним и участливости к их нуждам, почему и приобрел единодушную, беспритворную любовь и уважение паствы. До последних минут своей жизни он как истинный воин и подвижник Христов подвязался во славу святой православной веры и во благо своих ближних. Согласно словам апостола, он духом горел Господу, работал и для всех окружавших был светильник, горящий и светящий. Паства Черниговская осознавала, что ее архипастор святитель Феодосий истинный раб Божий, верный ее архипастор святитель Феодосий истинный раб Божий, верный строитель в дому Божьем и страж церкви, бдительный, труженик неусыпный, молитвенник и предстатель за всех перед Господом благонадежный. Особенно привлекал к себе святитель сердца всех своим судом справедливым и милостивым и был сострадателен беспомощным и сиром, для которых с отчаянием отыскал требуемое правдою, а также с щедрою в духе евангельском благотворительностью и христианским милосердием. Вообще, это был один из таких общественных деятелей, какие бывают только в старстве Христовом, которые, невысоко мудрствующие, но смиренным последуя, успевают сделать для общего блага гораздо более, чем великие и сильные мира сего. Самым тщательным усердием заботился святитель Феодосий об усилении в своей пасте любви к житию подвижническому, которую он так возлюбил в самых юных лет своих и высокий образец, которого и являл всем в себе самым. С этой целью он усердно старался не только поддерживать существование ранее в его существовавшей монастыри, но и основывать новые иноческие обители. Так он основал девичий так называемый Печенникский монастырь. Наивысшим памятником отеческой заботливости свят святого Феодосия о благоустроении иноческих обителей служит его святительская благословенная грамота, данная инокинем Печенникского монастыря. Благословляя с любовью отца новосозидаемую обитель, святитель заповедует инокинем добродетель смирения и всецелого послушания своей настоятельницы как источник мира и залог его святительского и Божьего благословения. Вслед за тем по благословению святителя основан был еще другой монастырь в двух верстах от города Любича. В то же время наравне с заботами о развитии подвижничества и устроении иноческих обителей в Черниговской епархии святитель Феодосий ревностно заботился о свезведании и благоукрашении храмов Божиих. Заботясь о нравственном благосостоянии своей епархии он главное внимание обращал на духовенство стараясь выбирать на священнослужительские места лиц достойных и способных и всеми мерами усиливать пастырски просветительскую деятельность приходского духовенства. Много также потрудился святитель Феодосий за время своего управления Черниговской епархией и для дела православия в Малороссии для отпора в ней пагубному польскому унято католическому влиянию и укреплению здесь русской народности. Немало также принес он русскому государству пользу тем, что всегда умел благодаря своему нравственному влиянию, красноречию и христианскому милосердию успокаивать вспышки горячих своевольных украинцев и тем охранять государство от вредных и опасных волнений. Но недолго сиял святитель Феодосий на кафедре Черниговской. Только около восьми с половиной лет прожил он в Чернигове. До пяти лет архимандритом Елицким три года четыре с половиной месяца архиепископом, причем самостоятельно управлял паствой по кончине Преосвященного Лазаря Барановича около двух лет. Причувствуя свою близкую кончину, святитель вызвал к себе Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря ермонаха Иоанна Максимовича и в половине 1695 года посвятил его в архимандрита Елицкого монастыря, которым до того времени не переставал управлять сам, готовя в новом архимандрите достойного преемника себе по кафедре. Вскоре после этого великий светильник церкви русской угас. Кончина святителя Феодосия последовала 5 февраля 1696 года. Горько оплакиваемый мастеротевший паствой святитель Феодосий был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре за правым клиросом. Окончив череду своего земного служения, святитель Феодосий не оставил своей паствы возлегшей нетленным своим телом в кафедральном храме и с самых первых дней по своем представлении не оставил своим благословением всех прибегавших к его помощи, не заводя благодать Божией в обильных чудесных исцелениях, ищущем его молитвенного перед Богом предстательства. Ряд чудесных проявлений благодати Божией, явленных молитвенным предстательством святого Феодосия, открылся вскоре же после его блаженной кончины благодатным исцелением от тяжкой болезни его преемника по Черниговской кафедре, преосвященного архиепископа Иоанна Максимовича. Преосвященный Иоанн тяжко заболел горячкой, болезнь быстро усиливалась, появился бред. Вдруг в самый разгар болезни преосвященный призывает к себе келейника и делает распоряжение немедленно отправить в его покоях вечерние и прочесть для него служебное правило, а наутро приготовить все для его служения в храме. Окружавшие больного архипасторя подумали, что он бредит, но принуждены были уступить его настоятельному требованию и исполнить его желание. На другой день, к удивлению всех, преосвященный совершенно здоровый отслужил божественную литургию. Потом он объявил окружавшим, что накануне ему являлся святитель Феодосий и сказал «служи завтра и будешь здоров». В благодарность за свое мгновенное чудесное исцеление от тяжкой болезни преосвященный архиепископ Ян Максимович тогда же составил в честь угодника Божия написанную по тогдашним обычаями стихами по хвалу, который в бывающем серафимской славе в пастве. По его распоряжению над гробом святителя Феодосия была устроена тогда в фундаменте Борисогребского соборного храма каменная пещера со входом в нее повитой лестницы. Поразительное чудо исцеления преосвященного Яна Максимовича послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного чудотворца и угодника Божия. В течение времени это чествование распространилось далеко за пределами Черниговской губернии вследствие новых обильных проявлений благодати Божией от целебных мощей святителя Феодосия. Эти чудеса были тем очевиднее и разительнее, что часто сопровождались явлениями святителя Феодосия болящим во сне. Причем он приказывал молиться, поститься, отслужить молебен и т.д., обещая исцеление. Иногда же он при этом наставлял, вразумлял и отечески упрекал обращавшихся к нему в чем-либо согрешивших. Так одному немому святитель является сонным видением и говорит, иди в собор и отправи молебен и будешь здоров. На другой день немой к изумлению своему начал говорить, а затем увидев в соборе портрет святителя, упал, узнал в нем явившегося ему во сне угодника Божия. Благословляю и прощаю, говорит святитель священнику исповедовавшемуся во сне перед ним свои грехи и молившемуся об исцелении сына, причем обещает исцелить младенца, который на другой день и выздоровел. Женщине в тяжких страданиях призывающего святителя на помощь и сплачем молившейся ему во святую четыридесятницу он говорит кротко укоряя и увещевая ты не говела это нехорошо. Ты недостойно будешь вкусить Пасхи. Постарайся причастись в Великую Субботу. Другой женщине со слезами молившейся Бога и призывавшей святителя помолиться о выздоровлении ее мужа чудотворец ласково говорит утешая ее и обнадеживая не плачь я умолю Бога и муж твой будет здоров. И вскоре после этого муж ее страдавший от мучительной болезни около года совершенно выздоровел. Святитель является к одной больной призывавшей его и говорит ей только одно слово успокойся и ее нравственные страдания окончательно прекращаются. Трудно перечислить все дивные исцеления совершенные молитвенным предстательством святителя Феодосия. Достаточно сказать, что со всех концов русской земли они стали привлекать к его гробу многочисленные толпы богомольцев. Впервые тело святителя Феодосия было обретено нетленным через 76 лет после его блаженного представления 14 февраля 1772 года когда оно по благословению местного епископа Феофила переложено было в новый деревянный гроб причем первый кипарисовый гроб угодника божия был роздан по частям богомольцам. С начала прошлого столетия благоговейное чествование святителя Феодосия Углецкого как благодатного чудотворца особенно усиливается. Молва о нем и о чудотворениях истекающих от его мощей в это время распространяется уже далеко за пределы Черниговской губернии среди православных различного звания и состояния. В 1824 году при гробе святителя Феодосия совершилось исцеление от тяжкой болезни черниговского купца Раскольника Горбунова который след за этим перешел в православие и в память чудесного исцеления своего соорудил на собственное средство новый гроб для нетленных мощей святителя. С течением времени при кафедральном соборе мало-помалу стали вестись более или менее правильные записи обываемых от мощей святителя Феодосия исцелениях достаточно проверенных и удостоверенных. С 1850 года при соборе Черниговском ведется уже постоянно подробная летопись о чудесах по молитвам к святому Феодосию а также и в некоторых других местах. Между тем постоянное обильное испечение богомольцев к гробу с мощами святителя Феодосия при тесноте и неудобности входа к нему понудили в 1856 году пристроить с южной стороны к передней части притвора Борисоглебского собора полукруглый предел с удобной лестницей а самую пещеру расширить и сделать светлой. К концу истекшего столетия имя святителя Феодосия как великого угодника Божия защитника от бед и напастей избавителя от всякого зла злого обстояния и теплого молитвенника перед Богом известно было по всей России и хотя при гробе святителя совершались лишь панихиды но в народе ему воздавалось почитание как бы уже прославленному святому почитание народом святителя Феодосии как святого многочисленные случаи чудесного исцеления от его нетленных мощей обратили на себя внимание и гражданской власти что и выразилось во всеподданнейшем докладе Черниговского губернатора за 1889 год а этот доклад в свою очередь обратил на себя внимание в бозе почившего государя императора Александра Александровича ввиду сего святейший синод нашел благовременным приступить к удостоверению о нетлении тела почившего святителя и о чудесных явлениях совершающихся при гробе его тело святителя несмотря на почти 200-летнее пребывание в пещере не отличающейся притом сухостью оказалось нетленным и вместе с тем было отследовано надлежащим образом много случаев чудесных исцелений через молитвенные призывания святого феодосия засвидетельствованных под присягою самими исцеленными их сродниками и очевидцами ввиду этого святейший синод определил в облаженной памяти почившего феодосия архиепископа черниговского причислить к лику святых благодатью божию прославленное и нетленное тело его признать святыми мощами и совершить их торжественное открытие на что и не замедлило последовать согласие государя императора Николая Александровича торжественное открытие мощей святителя феодосия последовало 9 сентября 1896 года оно было совершено высокопреосвященным митрополитом киевским Ионикием в сослужении шести архиереев и сонноархимадритов и игуменов и прочего духовенства мощи угодника божия были перенесены при этом из Борисоглебского собора в Спасо-Преображенский и переложены в новый кипарисный гроб и новую драгоценную серебряную спасение и со множеством лампад они положены были на правой стороне собора где ныне и почивают все дни торжества прославления новоявленного угодника божия громадное полуторастотысячное стечение народа переполняло город с горячими мольбами обращаясь к святителю Феодосию и спрашивая его молитв перед Богом и спеша приложиться к его святым нетленным мощам торжество прославления ознаменовано было многочисленными дивными исцелениями и произвело глубокое впечатление не только на православных но и на раскольников слава Богу дивному во святых своих во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала по-нарожа 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 Субтитры создавал DimaTorzok